11.06 на часах начинается дневной разворот в студии Соня Дюмина и Дарьи Топузлеева. Я проаннотирую, наверное, сразу второй час, потому что он у нас будет в записи. Накануне к нам приходили ребята из Торбуна Круче. Мы поговорили о новом альбоме, об их туре по Сибири с востока на запад. Ну, в общем, много чего интересного они рассказали о том, боятся ли коронавируса, как они пережили Валентину Терешкову и всё такое прочее. А в первом часе мы будем говорить... Ты там не сказала, что там две песни целые, две песни прозвучат из нового альбома группы Торбуна Круче, да. Так что второй час обязательно нужно перетерпеть первый, потому что первый будет тяжёлый. Тяжёлый. Почему? Потому что всё плохо. Мы обсуждаем, да, рубль. Падение курса рубля на 10-17, курс евро на московской бирже, между прочим, превысил уже 83 рубля и составляет сейчас 83 рубля 4 копейки. По сравнению с закрытием предыдущей сессии, единая европейская валюта подорожала на рубль 24. Сегодня у нас будет несколько спикеров, эксперты по финансам, те, кто занимаются бизнесом, эксперты в области топливного рынка. Они расскажут нам, как обвал очередной курса рубля вновь отразится на нашей жизни, на ценах на товары, потому что уже сейчас вроде как прогнозируют, что подорожает, если не всё, то большинство. Потому что не так много у нас производится. То есть из рублёвых запчастей какие-то рублёвые товары, их не так много на рынке, как тех, кто произведены за рубежом, или из запчастей, которые произведены за рубежом? Ну, на самом деле, тут, наверное, ещё, я не знаю, как это всё, возможно, кто-то из наших экспертов нам расскажет, как это всё сыграет в связке с коронавирусом, потому что многие, да не многие, наверное, практически вся электроника, вот эти мелкие запчасти делают в Китае, как это отразится на ценах на смартфоны, вы об этом уже говорили, да? Ну, в Китае вот как раз стоят некоторые производства, поэтому это уже отразилось. Некоторые. Мне кажется, там уже много всего в Китае стоит. Большой, да, много всего стоит, но вот в центрах панэпидемии там, разумеется, всё остановлено. Люди не работают, а значит, что-то не производится, и значит, каких-то товаров нет на рынке. Ну, насколько я понимаю, вообще вот по импортным товарам обещали подорожание в диапазоне там 10-35 процентов, но на самом деле достаточно широкая такая вилка, на мой взгляд, ну, то есть непонятно, что, насколько подорожает тот же самый бензин, говорят, уже где-то. Ну, вот тут вот известие пишет, что на всякую бытовую технику, стиральные машинки, кухонные утворы и микроволновки можно ожидать повышения цены на 20-35 процентов. То есть это, в общем-то, очень немало. Это буквально на треть. Так, у нас на линии, я так понимаю, Константин Кропанев, эксперт по финансам и инвестициям. Константин, добрый день. Добрый день. Константин, как сейчас на вашем поле деятельности обстоят дела? Успокойте нас, мы думаем, что все очень плохо и будет еще только хуже. Ну, к сожалению, пока успокаивать нечем, потому что вчера началась очередная волна снижения. Во-первых, цена на нефть упала на 5 примерно процентов. И есть, так скажем, такой прогноз, что она может и дальше продолжить снижение. Также пошло снижение и на финансовых рынках. То есть, во-первых, Всемирная организация здравоохранения признала коронавирус пандемией. И Дональд Трамп ввел запрет на въезд в Соединенные Штаты Америки с пятницы из Европы. То есть, это так, безусловно, отразилось на фондовых рынках. И наш рынок сегодня также, так условно говоря, очень негативно отреагировал на эту новость. Доллар сейчас торгуется где-то 74,28 евро 83,95. Константин, вот буквально за 10 секунд до того, как вы подключились, высказывала я такую мысль по поводу того, что ситуация может усугубиться из-за того, что вот эта ситуация с нефтью, падением курса рубля и коронавирусом могут сыграть как-то в связке и усугубить эту ситуацию и без того. Да, но я эту идею тоже там, простите, проливаю. Эту идею я и как бы раньше высказывал, потому что обычно беда не приходит одна, и когда приходит какая-то некая проблема, она выявляет и другие проблемы, которые раньше не так были, которые были раньше незаметны. И есть такая гипотеза, что может все-таки, так скажем, ухудшиться, но в то же время, я не знаю, я все же являюсь оптимистом, я думаю, что ситуация в течение, так скажем, апреля месяца должна немножко стабилизироваться. А как людям сейчас себя вести лучше? То есть вот кто владеет акциями или какой-то валютой? И тем, кто не владеет, возможно, стоит что-то прикупить? Безусловно, во-первых, не надо принимать каких-то эмоциональных решений, потому что любое эмоциональное решение, принятое на панике, оно обычно ни к чему как бы хорошему не приводит. Бежать сейчас покупать или продавать валюту, тоже давать советы сложно, потому что я даже к клиентам смотрю, кто-то приходит, покупает валюту, кто-то приходит к нам, продает валюту. Все зависит от вашего, как сказать, инвестиционного горизонта, и есть ли у вас уже там, допустим, если у вас нет совсем валюты, может быть, да, есть стоит что-то купить. Либо, наоборот, если у вас слишком много валюты, может, стоит что-то продать. Также могу сказать, что сейчас, да, активность клиентов увеличилась довольно значительно, люди активно открывают новые счета, и, допустим, у тех, у кого не было в портфеле, так скажем, каких-то акций куплено, то сейчас не самое плохое время эти акции, может быть, и прикупить. А на какие акции стоит обратить внимание? Ну, в первую очередь, те акции, по которым выплачиваются хорошие дивиденды, это, допустим, Сбербанк, Газпром, Морильский никель. У Куэлл получается так, что дивидендная доходность по этим акциям, она сплотно приблизилась к 10%, а это практически в два раза больше текущих ставок по банковским депозитам. Но, опять же, я говорю, что это должны быть какие-то не последние деньги и длинные деньги, потому что мы, к сожалению, не можем видеть будущее, и как будет развиваться ситуация дальше, сказать сложно. То есть сейчас мы пока смотрим какой-то благоприятный прогноз, что ситуация в течение, в основном, месяца стабилизироваться, но все же надо в голове держать какие-то пессимистичные мысли, что, может, все это немножко и дальше хочется. Константин, а как считаете, есть ли компании или, возможно, отрасли, которые могут выиграть от всего этого? Ну, и на российском рынке, и конкретно на кировском. То есть я знаю, например, были предположения о том, что лесная отрасль может тут немного подтянуться в связи со всем этим. Ну, смотря с чем иметь в виду. Если мы говорим про рост курса доллара, то тут, безусловно, могут выиграть те, кто занимается экспортом. То есть, допустим, у нас довольно много предприятий занимаются экспортом. Там это и уралхин, и действительно лесники, и, возможно, те, кто производит оружие на территории Кировской области. То есть у них, соответственно, возможно вырастет выручка. Но тут такой момент, ну, момент надо учитывать, что если мы говорим про Кировчан, как бы про наш регион, то я не думаю, что кто-то там как-то существенно увидит изменение своей жизни в ближайшие там, так, несколько месяцев. Но, опять же, надо держать в голове тот факт, что если цена на нефть продержится на уровне 30 долларов несколько лет, то это очень серьезно повлияет на наш бюджет, на федеральный, и, безусловно, на те дотации, которые получает Кировская область. И, соответственно, мы увидим снижение каких-то социальных программ, мы увидим снижение каких-то инфраструктурных программ. И, условно говоря, в какой-то далекой перспективе мы можем, так скажем, довольно серьезно ощутить ухудшение на территории жизни нашего региона, ну, и в России. А какие есть инструменты у власти, чтобы поддерживать уровень курса рубля на каком-то там балансе, либо стабильно, не очень низко? Каких мерок ожидать? Во-первых, безусловно, это ключевая ставка, но это влияет. И ближайшее заседание Центробанка будет 20 марта, но мы пока не ждем сильного увеличения ключевой ставки. И второй – это распродажа тех средств, которые были саккумулированы в Фонде национального благосостояния. Как раз они там хранятся в долларах. И, в принципе, при текущей ситуации Минфин, скорее всего, будет распродавать валюту, которая, условно, лежит как в кубышке. Но надо так понимать, что все равно кто-то остается крайний. То есть, возможно, то падение цены на нефть, оно, конечно, довольно существенно повлияет на бюджет, на федеральный бюджет. Но в то же время рост курса доллара, он для бюджета выгоден. Он не выгоден для обычных людей, для обычных горожан, для кировчан. Но, к сожалению, он выгоден для бюджета. И за счет, так скажем, роста курса доллара, условно говоря, этой же стоимость денег, которая находится в Фонде национального благосостояния, она увеличилась буквально одномоментно на несколько триллионов рублей. Но за счет переоценки. И последний вопрос. На ваш взгляд, можно ли это считать уже каким-то глобальным мировым кризисом? Насколько он может затянуться? Сейчас это довольно-таки сложно оценивать, потому что обычно, так скажем, когда такие ситуации возникают, глобальные мировые рынки довольно быстро восстанавливаются в течение нескольких месяцев. И мы пока, опять же, мыслим из этой же гипотезы. Тут вся проблема, что либо мы упали и быстро, так скажем, будем восстанавливаться, либо мы, допустим, упали и наступит какая-то такая более глобальная рецессия, которая продлится несколько лет. Сейчас говорить сложно. То есть пока недостаточной информации для этого. То есть непонятные финансовые показатели, так скажем, крупнейших компаний. Большое спасибо, Константин, за комментарий ваш. Это был Константин Кропанев, эксперт по финансам и инвестициям. А мы сейчас прервемся буквально на 30 секунд и после продолжим беседу. Дневной разворот продолжается. Говорим сегодня о том, как рубль стремительно теряет свои позиции. Курс евро на московской бирже по данным на 10. 17 превысил 83 рубля. До перерыва у нас был на проводе Константин Кропанев, который, ну, в общем-то... Не утешил нас совсем. Да, не утешил нас, скажем так. Особенно мне понравилась тезис, что государству выгодно, чтобы доллар был высоко, потому что наше государство хранит деньги, в том числе и в долларах, и, значит, частично богатеет за счет валюты. А больше всех это коснется обычных людей, тех, которые хотели бы съездить за границу, либо купить какую-то там бытовую технику. Ну, кстати, 211-101. Вы можете позвонить, рассказать, возможно, на вас уже как-то отразились все эти потрясения на ваших родственниках. Да, и боитесь вы или не боитесь, что вы ожидаете от будущего. А у нас на связи Валерий Турола, президент Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса Кировской области. Валерий, здравствуйте. Добрый день. Валерий Николаевич, малый и средний бизнес уже начал переживать? Вы знаете, я не только президент Ассоциации защиты прав малого бизнеса, но я еще и президент некоммерческого партнерства Биотехнологический Кластер Кировской области. Особенность Кластера, она заключается в том, что принимаются в бизнесе простые решения, по которым очень легко ударить, а сложные решения. То есть это замкнутые циклы, начиная с сырьевой базы и заканчивая реализацией уже конечной продукции. То есть весь замкнутый цикл. Поэтому, когда мы говорим, обеспокоен или нет малый и средний бизнес, конечно, обеспокоен. Потому что по той схеме, по которой на сегодняшний день большинство малого и среднего бизнеса работает, они полностью зависимы от ситуации на рынке. И прежде всего, от цены на валюту. Доллар и евро. И вот эти соглашения, завязанные на европейскую, прежде всего, валюту, они, в общем-то, существенно влияют на будущее развития предпринимательства. Потому что сразу удар дается по сырьевой составляющей, от которой любой бизнес абсолютно зависим. А учитывая, что на рынке на сегодняшний день резкое колебание пошло на финансовом рынке по нефти, да, падение, а полностью финансовый рынок на это завязан, то мы видим соответствующую реакцию на валютном рынке. А следовательно, вот эта вся сырьевая составляющая, она ударит, конечно, прежде всего, вот по таким простым решениям, где малый и средний бизнес. Но и не скрою, и по крупному бизнесу, который является, прежде всего, сыредобывающей первичной переработкой. Не конечного цикла. А вот что касается замкнутого цикла, то коснется вот эта вся ситуация, мы называем консорциумы или холдинговые модели, коснется их приблизительно, инверционная составляющая будет где-то 6 месяцев. Но в первую очередь ударит, конечно, по малому бизнесу, и добывающему бизнесу, и торговому бизнесу, который завязан. Вот такая ситуация. Если вот говорить именно о биокластере, насколько сырьевая база вообще завязана на иностранных поставщиках? Нет, у нас абсолютно, мы рассчитаны, и когда мы говорим о биотехнологическом кластере, то у нас в основе другая маркетинговая модель. Она завязана на гарантированное, доступное сырье. Вот основное. И ресурсы. Они должны быть дешевые и доступные. И гарантированные. Поэтому у нас, с точки зрения нашей деятельности, в меньшей степени касается, сырьевая составляющая, она наша. Здесь находится подругой. Ну, тот же самый, скажем, мусорная проблема, когда мы говорим о переработке отходов резинотехнических изделий, то мы завязаны на сырье, которое у нас есть, вот как отходы резинотехнических изделий, в том числе шины. И завязана на то, чтобы была безотходная технология, производящая там линейку из 7-8 продуктов, и где отходов вообще никаких нет. И все это завязано по линейке продукции на собственные нужды, скажем, благоустройства дворов, на строительство и ремонт дорог, повышение их эластичности и гибкости и так далее и тому подобное. Поэтому строительный материал, поэтому это в меньшей степени касается вот этого финансового кризиса. Но я хочу только одно сказать, что, к сожалению, мы не успели слезть с иглы вот этой страны, не успели развить в стране у себя производственную и индустриальную составляющую. То есть последние 30 лет шла индустриализация страны. Но думаю, что кризис в этом поможет нам, чтобы мы рассчитывали и дальше на свои собственные силы. Валерий Николаевич, вы как считаете, вот сейчас государство какие меры может и должно принять для поддержки малого бизнеса вот в этой ситуации? Ну, мы с вами люди, которые пытаемся разбираться в экономике, а следовательно, мы четко понимаем, что кроме макроэкономических каких-то мер государство не способно будет принять и дойти там до каждого бизнеса. Это понятно, да. Следовательно, да. Макроэкономические они уже осуществляются. Вы видели, что покупка валюты Центробанком и основным регулятором прекращена. Более того, со вчерашнего дня, для того, чтобы сбить цены на валюту, выбрасывается валюта, уже Центробанк прогажу осуществляет, для того, чтобы снизить цену на доллар и евро. Но я думаю, что эти меры, они носят такой тактический характер. Стратегически они не позволят нам выкрутиться из ситуации. Они немедленно, эти меры сейчас вызовут повышение ипотечного процента, повышение ставки рефинансирования в банке, а значит, инфляционные процессы пойдут сейчас, их затормозить практически невозможно будет. Ну, единственное, что они смогут сейчас сделать, это обеспечить дефицит денежной массы. Но вы понимаете, что это коснется снижения покупательной способности, а, следовательно, затоваривание пойдет. Пойдет обвал. Вот да, смотрите, если говорить, переводить это в плоскость из макроэкономики на язык, который понятен любому покупателю, которому мы так или иначе все являемся, сейчас многие строят прогнозы по поводу того, какие товары подорожают и на сколько именно. То есть, если там смартфонам дают 6-10%, то по лекарствам прогнозируемый подъем цен доходит до 30%. Ну, лекарства, вы же понимаете, почему по лекарствам это происходит. Потому что коронавирус, он, по сути, спусковой крючок финансового кризиса. Это же абсолютно понятно. И рыночная экономика, она на что завязана? То, что является дефицитом, то резко повысится в цене. Но я вам хочу и другое сказать, что я прогнозирую, что товары первой необходимости тоже подорожают, но не ниже 30-40%. Ого! Если продукты питания. Прям не ниже 30-40%? Да, да, да. Потому что у нас завязано не на собственного производителя, а завязано на магнит пятерочка, как основные сетевые поставщики продуктов питания, они завязаны на другие территории. Поэтому немедленно пойдет повышение цен. То есть это буквально дело в ближайших дней, недель, да? Да, да, да. То есть сейчас немедленно пойдут скачки. Но они, видите, они пока объявили о возможности кризиса, но судя по действиям регулятора, они признали, что финансовый кризис уже идет. А здесь еще один момент, почему я прогнозирую повышение цен, потому что коронавирус, он еще помогает в этом отношении. Начинается паника закупки продуктов питания, впрок и так далее и тому подобное. Спасибо большое, Валерий Николаевич, за ваш комментарий. Дефицитность денег повышается, а с другой стороны начинается паника в связи с вирусным заболеванием и возможностью объявления карантина. Да, нас зажали в угол все обстоятельства. Большое спасибо, Валерий Николаевич. С нами был Валерий Туролло, президент Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса Кировской области. Ну вот, 30-40% на товары первой необходимости, буквально не сегодня, а завтра. Вообще это не слабое заявление. То есть прямо сейчас мне захотелось пойти и закупиться консервами. Ну я на самом деле все вот смотрю ребят, кто, прошу прощения, в Южной Европе сейчас живет, там Италия, Испания, и там действительно даже те, кто говорит, что раньше не паниковали и как-то не поддавались всем этим настроениям, то когда в Барселоне начали закрываться магазины и люди начали скупать продукты, причем в прямом смысле слова, пустые полки. И вот девочка знакомая, да, она говорит, что это производит впечатление, и ты так или иначе поддаешься всем этим настроениям, и тоже хочется пойти и прикупить там лишнюю упаковку соли. У нас сейчас на связи Ольга Верхотурова, генеральный директор компании «Вятка Тур». Ольга Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Как туристический бизнес переживает все происходящее? Ну, то есть вы имеете в виду и коронавирус, и падение рубля, да? Ну, конечно, это не лучшие времена для нас. С 1998 года мы испытываем постоянно какие-то волнения, падение и рубля, и какие-то еще события. Сейчас это отразилось еще в большей мере. Сложно, сложно. Пытаемся выживать, пытаемся разговаривать с туристами. Конечно, можно сказать, продажи останавливаются. Но массового такого отказа от путевок, аннуляции пока мы не наблюдаем. Пока пытаемся разговаривать с теми туристами, которые сомневаются. Пытаемся разговаривать, пытаемся, значит, ну, что в наших силах, естественно, когда страны закрыты, то это уже понятно, что никуда люди не едут. Вот. Что касается роста валют, курса валют, то здесь, конечно, мы идем на доплаты. Либо люди аннулируют, но пока тоже не в массовом порядке. Аннулируют и перебронируют на российские курорты, что не всегда получается и дешевле. Но пока, вот, говорю, что такого особого ажиотажа, паники какой-то мы не наблюдаем. Люди разочарованы, конечно. Отпуск у кого-то под угрозой срыва. Не те направления, которые они хотели и выбирали, у них теперь должны случиться. Ну, вот, как-то в таком плане. А есть какая-то цифра, насколько подорожали сейчас вот за эти два дня буквально туры за границу в связи с ожиданием того, что рубль будет падать еще ниже? То есть я слышала, что, ну, вот, дорожают на глазах буквально путевки в разные страны. Ну, они, естественно, дорожают, но какие-то туроператоры и цены снижают. Снижают за счет и стоимости перелета. Вот вчера мы, например, делали подбор в Доминикану на двоих человек взрослых. Тур стоит 100 тысяч на 11 дней. А обычная цена? Что? А обычная цена такого тура? Обычная цена 150-160 тысяч. Ага. Вот, Ольга Анатольевна, вы сказали, да, что пока нет какого-то такого глобального провала. Он связан с тем, что кировские туристы в основном не ездят там в те направления, которые вот вечером вчера объявили о том, что практически из всех аэропортов прекратились регулярные рейсы в Германию, Францию и, дай бог памяти, какую еще страну, Италию. Я скажу, что массового такого у нас спроса на эти направления нет. Люди ездят в Европу, но в основном это автобусные, недорогие туры. Что касается, конечно, ну, больших объемов, да, вот, конечно, единичные туристы, которые привыкли ездить в Европу, но они так и ездят. Вот это востребованные направления, но еще раз подчеркну, что это не в большом объеме происходит. В основном это массовые у нас направления, что сейчас, конечно, беспокоит, это Турция. Потому что, как вы знаете, сейчас распространено такое явление, как раннее бронирование. И люди, конечно, в январе, в феврале, они забронировали себе на сентябрь, на август, на июль туры по достаточно дешевым ценам, со скидками, которые обещали туроператорам, там, 30-40% от стоимости обычной. Но по этим, значит, по раннему бронированию нужно заплатить какой-то процент, там, ну, до 30%, допустим, стоимости, а потом уже перед вылетом доплатить остальное. Сейчас, конечно, люди, кто, ну, чувствует возможность финансовую оплатить и выдержать этот рост курса, то они, конечно, доплачивают. Кто-то думает перебронироваться на Россию. Но такого сильного, конечно, всплеска цен пока мы не наблюдаем. Он не может, конечно, быть и маленьким, потому что, ну, понятно, что доллар почти на 10 рублей вырос, а евро почти на 15, да? Ну, это я биржевой курс говорю. Да, спасибо большое, Ольга Анатольевна. У нас на связи была Ольга Верхотурова, генеральный директор компании «Вятка Тур», а мы уйдем на небольшую рекламу. Продолжаем дневной разворот. В студии по-прежнему Дарья Топузлиева и Соня Демина. Обсуждаем обвал курса рубля очередной, тот, который уже случался и снова случился. И мы снова думаем, как выживать в таких ситуациях и условиях. И разговариваем с различными спикерами, экспертами, кто нам может рассказать, чего ожидать этой весной, как жить летом, куда планировать отпуск. Вот нам только что рассказала Ольга Верхотурова. О том, что многие люди настолько оптимистичны, что в феврале заказывают отпуск на сентябрь. Ну, это получается дешевле, я думаю. И, во всяком случае, у нас рубль-то обвалится, но страна-то большая, можно путешествовать внутри России. Вот бизнес у нас, туризм у нас не сильно развит. Вот в каких-то неизвестных направлениях таких. Ну, лететь на Камчатку очень дорого. Ну, вот какие-нибудь ленинские столбы там, либо еще. Ну, вот на Байкал можно хоть пешком дойти, в общем-то. Вдоль Транссиба. Да. Ну, ведь Ольга Верхотурова как раз тут говорила о том, что Доминикана, вот видишь, на 50 тысяч дешевле стал тур. То есть какие-то страны, получается... Ну, просто все боятся лететь уже. Да, у нас на связи сейчас Илья Редькин, генеральный директор группы компании SPK Neon. Илья, здравствуйте. Добрый день. Общались мы тут до этого с людьми из разных сфер. Все по-разному оценивают и свои там текущие потери, убытки, и те, которые прогнозируют. Сфера развлечения, сфера общепита. Обычно страдает первой. Когда людям хочется приберечь деньги на черный день, и тогда они меньше развлекаются. Действительно ли это так? Ощущаете ли вы, что уже упал спрос, или то, что люди в будущем будут меньше посещать какие-то места, где вечеринки и красивые блюда на красивых тарелочках? Ну, наверное, пока еще говорить рано о том, что спрос уже упал. Буквально еще тут несколько дней прошло, поэтому пока еще нет какого-то прямого падения. По тому, что прогнозировать, скорее всего, что будет снижение. Причем снижение будет не посещаемости, а снижение среднего чека. То есть люди будут просто меньше тратить в заведении, но количество посещений не должно уменьшиться. Что касается изменения цен, что прогнозировать дальше, я думаю, что рестораторы пока максимально будут держать цены в городе, не поднимать их, то есть за счет своей чистой прибыли или сокращения затрат держать цены. Но себестоимость в любом случае вырастет. От этого никуда не уйти. Уже от некоторых компаний пришли письма, что себестоимость поднимается на 10-15%. Ну вот в первой половине эфира у нас Валерий Николаевич Туруло оценивал примерно в 30-40% буквально ближайший подъем цен на товары первой необходимости, в том числе продукты. И вот, получается, уже поставщики 10% уже дали. Ну, первая, кто реагирует, всегда это алкогольные компании импортные, потому что они очень быстро на это, у них закуп идет в валюте, поэтому они первая всегда реагирует. А пищевики пока подняли на 10%, но это там не 30% пока. Смотрим, насколько устаканится ситуация с курсом. А насколько получится сдерживать цены на итоговый продукт, грубо говоря? Ну, сейчас весенний период – это не самый популярный период для рестораторов и для заведений, поэтому я думаю, что в течение весны и, возможно, летнего сезона изменений кардинальных не произойдет. А вот уже с сентября или к новогодним праздникам, если курс доллара зафиксируется в районе 75-77 рублей, то, конечно, цены значительно вырастут. Тут нельзя не вспомнить ситуацию 2014 года, когда Крым стал нашим и появились наши санкции. Тогда как вы справлялись, когда еще отрезали вообще весь импорт и не стало сыра, рыбы и всего прочего? И можно ли применить тот опыт сейчас сюда? Ну, это было сложно, конечно. Тогда еще и произошло, что не стало продуктов, на которых мы работали. Сейчас, по крайней мере, пока этого не происходит, мы уже вроде бы привыкли к усифицированным продуктам, к импортозамещению. Но тот опыт, конечно, в любом случае есть. Я проходил и 2008 год, и 2014, когда кризисы наступали, такие неожиданные для нас. Цены в любом случае поддержим. Для гостей в первую очередь, чтобы не потерять гостей. Но снижение будет сильное по среднему чеку. А стоит ли, а может быть, можно устроить какие-то большие вечеринки именно в честь того, что все так вот. Первое время чумы. Веселимся пока можем. Потом, возможно, станет хуже. Потом, возможно, и запретят все из-за коронавируса, да? Да. Да, наверное, во-первых, это. А во-вторых, я вам открою тайну. Видите, я работаю больше в развлекательной сфере. У нас мы больше в танцевальном формате. Первые полгода, там, восемь месяцев люди переживают кризис, а потом понимают, что он уже неизбежен никуда от него не деться. И наоборот, начинают на развлечения тратить деньги. Потому что, ну, как говорится, последнее нет смысла копить, пойду отдохну. И поэтому у нас вот в такие моменты, спустя там полгода примерно, происходит прирост всегда. Чудесно. Это радостно слышать. Но это не типичный пример относительно ресторанного бизнеса, у кого еда в них, прям заведение направленное только на кухню. Ну да, это ночная жизнь и вечеринки. Да. Спасибо большое. С нами был Илья Редькин, генеральный директор группы компании СПК Неон. И это первая, на самом деле, хорошая новость за сегодняшний эфир, что всё равно люди веселятся, всё равно люди отдыхают. Какая бы ни была экономическая ситуация, всё равно нужно танцевать, знакомиться, слушать музыку. Вот, вот что я поняла. Ну, на самом деле, видишь, здесь, мне кажется, это та сфера, в которой очень многое зависит от самих людей. То есть пойдёшь ты веселиться или не пойдёшь, никак не зависит от поставщиков, цен на нефть. То есть если ты захотел повеселиться, а тем более, если вход бесплатный в какое-то заведение, потанцевать бесплатно ты можешь пойти, даже если тебе дома нечего есть. Главное, не упасть. Я не знаю, в голодный обморок, возможно. Вот. Мы успеем, наверное, ещё подключить Багира Шарифова, эксперта топливного рынка. Попробуем узнать у него, как отреагировал. Да, и что будет у нас ценами на бензин, потому что обычно тот главный вопрос, который интересует людей, и почему цены на нефть. Что делают? Падают. Падают. А цены на бензин, что делают? Растут. Да, у нас на связи сейчас Багир Шарифов, эксперт топливного рынка. Багир Багирович, добрый день. Дарья Асофьев, здравствуйте. Здравствуйте, слушатели. Собственно... Очень громко связано. Эксперт топливного рынка, просто 25 лет нахожусь в отрасли, без претензий на какое-то экспертное мнение, но, видимо... Но, тем не менее, возможно, вы нам сможете объяснить вот этот главный момент, почему цены на бензин растут, когда цены на нефть падают. Они будут расти, да, вы считаете? Ну вот все говорят, что будут, и даже где-то вот тут недавно мне попадалась информация, что где-то там уже в Сибири местные жители писали, что вот уже где-то там на каких-то заправках ценник пополз вверх, но хотя они периодически поднимаются, и тут сложно, наверное, в эти дни уже связать их с ценами на нефть, ну, не знаю. Да, слушайте, ну мы же региональная радиостанция, Кировская область и Киров. Давайте начнем с того, что у нас вообще цены на нефтепродукты самые высокие в ПФО. И так было исторически. И те, так сказать, монополисты, которые представлены у нас в регионе, это компания Адам Луко, это единственный оператор, поскольку Газпром недавно просто ушел от нас, и мы не создали условий, то есть это же комплекс мер, и мы не создали условий по инфраструктурной, финансовой точки зрения правительства нашей области, во всяком случае, они в беседе не так заявили. То есть конкурент ушел, это значит монополист чувствует себя вольготно. То есть это первый признак. У нас всегда цены были почему-то выше всего. Причем люди зарабатывают меньше всего по России, ну, на последних местах, а почему-то дороже, так сказать, ну не только топливо и все остальное. Теперь, что касается цен на нефть. Как вы понимаете, порядка 80% поступлений в бюджет Российской Федерации, это доля от реализации энергоносителей, не смех, продуктов, газ и так далее. И если сейчас, ну, представьте себе, 130 и 30 долларов, это майские фьючерсы, по-моему, под 30 долларов подписывают 65, а упасть со 140 до 35 долларов, это же очень весомый, большой, так сказать, шаг, вклад. Значит, точно так же падает и спрос на нефтепродукты. Кстати, я бы порадовался, ну, на экспортные нефтепродукты. Я бы порадовался сейчас за Лукашенко, который просил скик, вот он получил, за Китай, так сказать, который скупил всю нашу Сибирь. Он сейчас за бесценок будет энергоносителей получать, и, так сказать, свою экономику улучшать. Так вот, это существенное понижение, оно создает дефицит в бюджете Российской Федерации. И скажите, пожалуйста, где еще можно взять, так сказать, ресурсы для того, чтобы его восполнить? Ну, как обычно, только у нас с вами, у любимого населения. То есть, так сказать, у тех людей, которые спокойно отдали пенсию, вот спокойно и безработно, у тех людей, которые сейчас будут спокойно отдавать свое будущее, если я имею в виду элементы Конституции. То есть, это своего рода компенсирует все равно за счет людей? Ну, во-первых, закон предполагает повышение акцизов. Это доля государства в доходе, так сказать, от продажи. Частники свою долю получат в любом случае, поскольку они по заниженным ценам продают на экспорт, а, так сказать, там уже передают сами себе и вот валютную выручку получают там. А мы, к сожалению, нет. Поэтому, ну да, на мой взгляд, вот эти акцизы, они повлияют на повышение стоимости на эти продукты. Первое. И второе, все-таки, желание государства восполнить дефицит бюджета, а предпринимателей, так называемых, все-таки, работать в рентабельности, то есть, не побыток, а создаст рент на повышение цен на запросах. Но есть еще, так сказать, предположение о том, Багир Багиревич, к сожалению, перебью вас, потому что у нас буквально 10 секунд осталось и смашет нам уже звукорежиссер, что пора закругляться. Спасибо большое за комментарий ваш. Это был Багир Шарифов, эксперт топливного рынка. Совсем чуть-чуть времени нам не хватило, к сожалению, но я думаю, мы с этой темой еще вернемся. Это тема на отдельный эфир и все эти взаимосвязи. Дарита Пузлиева. До встречи с Торбой на круче. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова